Всем приветик! Вот, я сижу, мандирую, бабуля там у себя в комнате ковыряется, все вещи разбирает, перебирает, сколько вещей, сколько у нас чемоданов, у нас было два чемодана по 30 килограмм, один чемодан был 13-14, по-моему, килограмм и ручная кладь по 8. В общем, это все бабушкины вещи, я приезжала без ничего, я брала с собой только две кофточки, две футболки и штаны, и все, больше с собой ничего не брала. Своица, блядь, надо кушать, макарошки сварю, не знаю, нужно в магазин, папа наш подарил, смотрите, как они раскрываются красиво, вот эти розочки, они были закрытые, вот как вот эти, и они вон раскрываются, а запах какой вообще, блин. Ну все, мы почти разобрали, здесь осталось по мелочам, чемоданы уберем в подвал, и все будет, все чистенько, аккуратненько, и вот эти вещи тоже нужно в шкаф еще сложить. Мы летнее сейчас все уберем, вот здесь вот вся летняя одежда, чтобы она здесь не висела, места не занимала, и оставили только на осень и на зиму. Все, готово, и бабушка еще хочет все-таки постелить ковер, потому что она очень сильно мерзнет, ножки у нее мерзнут, у нас пол отапливаться будет только зимой, он у нас отапливается только когда холодно, поэтому мы постелим, выберем ковер какой-нибудь. А вот она сидит, деловая, на лежаке, фильм смотрит. Ничего? Ничего. Я думала, ты там лежишь? А? Я думала, ты там лежишь? Я тут чуть решила, так вот. А, ну лежи, отдыхай. Я думала, она на диванчике будет лежать тут, прямо на солнышке, она туда на лежак пошла. Мне просила Маргарита, чтобы я привезла ей барбариски, килограмм барбарисок привезла. Вот она. Это бабуля. Придала маленькие конфетки. Вот еще что она купила, Маргарита просила. Курут. А зачем вот это, если у нас это тоже продается? Не знаю я, зачем. Я ей говорила, бабуль, у нас продаются все эти... Это же с паркетейки? ...желеки, по-моему, да. Это кара, не у нас. Я говорю, у нас про это все продается, а у нас все равно. Папа приехал. Что-то все какой-то копченый. Такой я не пробовала. Копченый курут. Вот и все копченый. Вот кайф. Кайф поймала. Ой, кайф какой-то. Кайфует, сидит. Кофе ей тут налили. Сидит, кайфует. Кофе такой вот я давно не пила. Вкусный? Вкусный кофе. Ну все, отдыхай. Балдей дальше. Кайфуй. Здесь и сейчас. Давайте будем пробовать копченый курут. Папе не понравилось, кстати. Он не зацелил. А нам нравится, да? Такой горелый какой-то. Пахнет костром. Он вообще сильно. Его коптили на костре? Нет. Есть разница? Да? Ну нормальная в пути не нравится. Да, мне больше нравится это. Простой. Ой, не прошу вас. Почти на костром. Нет, нам все-таки просто нравится классический. Обыкновенный. Нет, я не слышала. Но Гэти не понравится. Смотри, что я нашла, когда была у бабушки. Представляете, как я была рада. Моя мама умерла, когда мне было 16 лет. И у меня от нее ничего не осталось. И вот это записная книжка моей мамы. Она здесь писала рецепты. Я даже помню, как она это все готовила. Рогалики, ракушки. Торт «Бедный студент». Это все она писала. Это ее почерк. Представляете, у меня ничего от нее не осталось. Абсолютно ничего. И тут я такое нахожу. Бабушка мне дает, говорит, вот смотри. Тут записная книжка с рецептами нужна тебе, а я помню. Я такая смотрю, ничего себе, это же мамина. Здесь бабушка тоже писала. Здесь вот вначале бабушка писала, а потом мама писала. Вот это вот ее почерк. Хочу приготовить что-нибудь из этих рецептов и вспомнить, так сказать, детство. Вкус детства. Это здорово, что у меня хоть что-то осталось после мамы. Почему вы почту разносите, я не могу. Маргарита пришла со школы только. Это у вас такой этот, что ли, предмет? Разносить в школу. Почту. Интересный такой первосвенец. И со скольки вы до скольки вот начали? Пять часов. Пять часов? Разносили почту? Ё-моё. Тяжелая несла? У-у-у. Там такие папки были, там конверты. Ну? Вот такая вот. Ну тяжелая была. Если была тяжелая, значит, поэтому спина болит. Не была сильно тяжелая. Я бы, знаешь, как быстро. Ну и что, как почтальоном будешь работать? У-у. Нет? Почтальон. Вот такой вот еще мелкий. Ну-ка достань. Сильно мелкий? Ну-ка, неожиданно. А мой тимон зеленый? Прикольно. Я Ксюше рассказываю, как это, как над нами прикалывались, когда мы были маленькие, мы кушали куртку, покупали. И нам говорили, а-а-а, зачем вы это кушаете? Их же подмышками катают. Над нами так шутили, потому что они соленые. Кстати, у девчонок каникулы, поздравляю, две недели. Все. Мы никуда не поедем, да? Нет, мы никуда не поедем. Будем здесь отдыхать на каникулах. Никуда не поедем. Мы думали, что поедем в Испанию, но у нас бабушка лечиться сейчас будет. Сейчас бабуле реки покажем. Вот такой хороший хомячочек. Ой, какой хороший, какой ты хорошенький. Какой ты хорошенький. Ой, какой ты прям такой ласковый. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий, мягкий. Вот такой мячочек такой. Ушки какие у тебя. Куда ты, куда ты ползешь? Куда ты ползешь? Не дрожишь, значит не боишься. Очень мой. Ну все, бабушка у нас попала в виртуальную реальность. Круто. Красиво, да? Очень красиво. Там природа. Вот она плывет по реке. Я масло плыву. Горы, река. Маргарита. Это называется Маргарита устала. Она вот так вот легла и лежит. Очень удобно. Нога на полу, другая на диване. И спит. Ну, она к себе как и дворно. Она сказала ей так очень удобно. Она не хочет даже шевелиться. А у тебя это в эликоптере? Ну, она не реально. Психо, а поп-пыт большой. Мэлэй. Это же они же по этому подобию сделали. Поп-пыт вот этот. Это лучше, чем поп-пыт. Симпл-димпл. Так он одноразовый получается? Угу. Ты пощелкал и все, а поп-пыт можно обратно щелкать. С другой стороны. Фондю. Вот такая вот у нас кастрюлька. Это на шесть человек. Керамическая такая вот кастрюлька. Мама, это на шесть людей. Да, тут я не буду. На шесть человек она сколько? Фондюшечка. Фондю. А она что, с алкоголем, что ли? Мама, она всегда с алкоголем. А, ну да, она всегда с алкоголем. Но она выпаривается. Там ничего страшного нет. Она все выпаривается. Вианная вот эта вот подставка. А и сюда что-то надо, да? А как? Сначала нужно нагреть. А сюда потом что-то нужно... Туда надо, да. Это, видишь, это как этот огонек. Ну вот. Свечку, что ли, туда надо? Не-е-е. Свечку она вообще не разогреть. А какой огонек? А потом нужно нагреть свечку. А потом нужно нагреть свечку. А потом нужно нагреть свечку. С что? Свечку туда надо. И нет ничего для пендер. У нас есть алкоголь. А, да, у нас есть алкоголь. Да, я же говорю, свечку нужно поставить. Мы не сможем подогреть сыр, потому что наша плита, она не работает с керамикой. А почему? Ну, потому что такая вот плита. Плохая плита вообще. Не работает с керамикой. Нет? Угу. Пользоваться другой. Но папа сказал, что мы можем на нашем разогреть и туда внутрь. Да что пачкать посуду только? Это электрическая подставка. А, будет я? Ну-ка, давай попробуем. Вуаля! Отлично. Ю-пи-пи. Пойдем. Ну-ка. Семкиненько. А мы далеко. Каролина, убирай со стола, мы будем кушать. Порежу вот этот вот хлебушек на кусочки, на квадратики. Вот он сыр. Сейчас он расплавится. Будет жиденький. Уже немножко растет. Здесь несколько видов сыра. Это сыр. Фу! Так, и хлебушек сейчас вырезать, такой вот красивый. Вот такая остальная. Спасибо. Чтобы в рот поместилось. Какой сыщик? Почему гламается? Ты бы так отдельно каждый этот сыщик. Нет, когда уже съели, я только снимать начинаю. Забыла совсем. Сыра не осталось уже, хлеба не осталось. Да. Ну, забыла. Нет, вы просто такие голодные были, что это. Я забыла даже про камеру. Ну, в общем. Все съели уже. Остатки сыра. Собираем и кушаем. Понравилось? Вкусно? Вкусно. Ты хлеба много съедаешь. Да, это жирная, конечно, калорийная еда. Сыр, хлеб. Хлеба много. Ну, один раз можно. Все заметили твои ногти. Кто заметил? Ну, кто их? Подписчики наши. Смотрите, какие ноготочки. У меня таких ногтей даже нет, да? Как у бабули. Продвинутая. Вот так. Красивая. Она всегда раньше красила яркие, очень яркие. Красные, бордовые. Вот это я с нему яркий накрасил. А тут да. Теперь я твой личный этот мастер маникюра. Я тебе буду красить поярче. Да. Чтобы ручки яркие были, а то прям бледненький. Так, ну что, сели мы разбирать подарочки. Фотографию Маргарита смотрит. Где классная. Ты прям тут посерединке. Тебя видно сразу. Кто тебе это платье шил, помнишь? Нет. Это я шила. Я шила платье? Да. Я шила платье. Так, ладно. Ксюня. Тут вам... Что это? Это от Юли. Это твоя крестная. Так, здесь, значит, смотрим. Тут всякие штучки. Это что такое? Это скраб для тела. Это мне, наверное. Так, вот три косметички. Ксюш. Ты же тебе... Ксюши косметички не нужны, поэтому... А мне? Как-то, да, Маргарита с Ксю... Ой, с Каролиной. С Каролиной как-то поделитесь? Там три косметички. Одна большая. Две вот такие вот маленькие. Посмотришь. Может, кому-то одну большую, кому-то две маленькие. Не знаю. Маленькие. Сами решите. Так, это что? Это пенка. Вот это вот. Помада. Это мастер-целовастер. Целовастер. Мастер-целовастер. Можем тебе мастер-целовастер? Держи. Нет. Или масочку тебе. Что ты хочешь? Помада. Пенка-праймер для умывания. Я хочу маска. Пенка-праймер для умывания. Она не маленькая еще. Удаляет макияж, очищает и матирует. Это... Парас и кошминки. На тебе две косметички тогда. Да, потому что тебе еще рано это масочки делать. У тебя еще не косметики, ничего нет. На тебе вот такие вот сумочки. Давай. Маргарите дадим одну большую, да, вот такую. И масочку. На, как раз тебе. Так, и тебе две сумочки вот такие. Спасибо. Так, а это маме, наверное, скорее всего. А Боньке нет ничего. Шоколадный, имбирный. Моделирующий. Это я буду. Бонни мячик тяжелый. Макс, тебе кофточку. На. Больше. Ну-ка, прикладывай. Прикладывай как раз тебе. Да, кофточка как раз прям супер. Спасибо. Спасибо. Видали Родион, Кира и Руслана. Поп-ит. Мойка, симпл, симпл или поп-ит. Симпл, симпл или поп-ит. Так, брелочки. Вот такой вот, подожди, тихо, лягушонок. Такие вот вязанные крючком сова. Бонни, Бонни. Я уже не помню, кому, кому, какой они сказали. По-моему, Ксюше этот. Амокус. Это Каролине, тебе сказали. Варгош, тебе сова. А Максу машинки. Макс, тебе Родион передал машинки. Что надо сказать? Да. Молодец. Амокус. Данки. Симпл, симпл или поп-ит. Не знаешь, сколько поп-итов-то? Больше, чем у вас. Так, дальше. Передали вам часики. Я не знаю, кому это. Вот, ее две дочки. Они вам передали вот такой вот шар. Он такой тяжелый. Я его с собой взяла в сумку. Смотри, 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 красивый. Сколько он где-то весит? Он на килограмм точно весит. Да, если не больше. Так, часики. Часики Ксюша не носит, да? Не, не, не. Я носу. Поэтому я не знаю. Маргарита, Ксюша. Я носю. Карту. Да, у тебя есть часики твои специальные. Значит, это Маргоши. А тебе вот этот шарик тогда. Ты должна его, смотри, чтобы он не упал. Если упадет, то дырка будет. Да, если упадет, то на полу такая дырка будет. Либо он разобьется, либо на полу просто будет. Так, и вот, передали конфетки. Вот такие вот. Конфеты. Коробку конфеточек. Вот тут с орешками. Можно потом это переставить время. Я встречалась с подписчицей. С вашей. Она очень хотела со мной встретиться и передать вам подарки. Так что открываем. Она вам сама подписывала все. Это, я так понимаю, Максу. Смотри, здесь танки, самолеты. На, держи. Спасибо. Ну, открывай, посмотрим. Открывай, снимай. Она тебе что-то написала, открыточку какую-то вот сюда. Это кому? Это Каролина. Это тебе книжечка распаковывает тоже. Она тебе машинку нарисовала даже, смотри. Где? Вот. Ну-ка открой. Здесь написано, Макс, ты единственный мужчина в семье, конечно, после папы. Бери пример с папы. Я уверена, что ты, когда вырастешь, будешь защищать сестричек. Ты очень крутой, сильный и умный мальчик. Желаю тебе быть таким же, как папа и слушать маму. Люблю тебя. Классно? Очень приятно. И тебе тоже там записочку тоже оставили. Книжечки такие. Да, Каролин? Нет. Пусть эту книжку читает тебе мамочка перед сном. Обязательно почитаем. Ангелочек, я тебе читаю. Ангелочек Каролина. Самая милая девочка, такая легкая, интересная. Смотришь на тебя и прям, когда грустно, радуешься. Расти большой. Слушайся, маму и папу, люблю тебя. Спасибо. Книжка здесь называется «Три цвета волшебства». Обязательно буду читать. Кто тут прям целая это. Прям про армию. Там еще. Первые рыцари. Ночью тоже почитаем, да, перед сном. Кто это у нас? Марго. Ну-ка, открывай. А Ксюша что-то другое. Зеленая ручка. И она сказала, вот этот браслет, он тебе на удачу, на счастье. О, мой гад! Потому что вот эти глазки, они от сглаза, чтобы тебя никто не сглазил, чтобы у тебя всегда была удача. И зеленая ручка. Нравится? Это браслетик такой с глазками. От глаза, да? А у тебя? У тебя дневничок. Это блокнот. Желание. Блокнот желаний. Здоровье и красота. Ну, в общем, сюда нужно записывать. Ух ты, свои. Желание, активатор. Действие. Ух ты, я не видела такой блокнотик. Что это? Тебе нужно писать сюда волшебство. Желать. Ну, допустим, что-то ты желаешь. Желание, активатор. Срок исполнения, когда ты хочешь, чтобы у тебя это исполнилось. И действие, наверное, скорее всего. Что для этого нужно сделать, чтобы желание твое исполнилось? Для любого желания нужно делать какие-то шаги, понимаешь? Ну, как, чтобы приблизиться к этому. Так, значит, привет, Маргоша. Думаю, ты знаешь, что меня зовут Полина. Уже знает. Полина ее зовут. Мы с тобой очень похожи. А с Полиной? За те два с половиной лет я вас смотрю, я поняла, что мы очень-очень сильно похожи. Ты очень активная, веселая и очень-очень позитивная. Надеюсь, что когда-нибудь ты приедешь в Бишкек, а мы с тобой увидимся. Ты лучшая. Люблю тебя, Полина. Спасибо. Большая. Не, нормально, он так и должен быть. Он так и должен быть. Классно. Смотрите, она нарисовала скейтборд и белялишь. Офигенно. Круто. Так, читаем. Так, привет, Ксюша. Меня зовут Полина. Мне 14 лет. Ух ты, какая тут записка длинная. Я тебе... Ой, подожди, Полина. Мне 14 лет. Я очень сильно рада, что могу отправить тебе маленький подарочек. Я мечтала о встрече с вами. Жаль, что я не встретилась лично со всей семьей. Но для меня большая радость увидеть вашу маму. Ты очень стремительная, позитивная и скромная. Благодаря тебе, благодаря тебе и твоему стремлению, я решилась встать на скейт. Видишь? Видишь как? Теперь я учусь кататься на скейте. Побольше бы таких людей, как ты. Люблю тебя. Бишкек. Полина. Так, по скрипту. Ксюша, прости, я не знала, что тебе подарить. Надеюсь, тебе понравится этот браслет. Конечно. Очень понравился. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне тоже было приятно с тобой встретиться. Полиночка. Очень хорошая девочка, веселая. Все, разобрали подарочки все? Спасибо всем за подарочки. Очень классный этот мамунгас. Когда вы родились, я заполняла. Вот это кто? Это Ксюша в животике. Смотри, уже голова, тело, ручки. Уже все видно. Вот Ксюнчик. Привет, это я. Меня зовут Ксения. Ты родилась 14 мая. В 22.40 ты родилась. Ты, видишь, почти родилась 15 мая. Еще чуть-чуть и ты родилась 15 мая. А Маргоша родилась у нас, я помню, тоже ночью. Она родилась уже после 12 ночи. Вот, видишь, в час 25, да. 18 октября. В час 25 ты родилась. Такая вот маленькая. Вот ты. Вот я маленькая, да. А Дима. Дима, да, мой брат. Еще где-то он был. Вот тоже мой брат. Мама. Это кто? Это я была в 4 годика. Сейчас покажу фотографию, где очень сильно на Маргариту похожа. Это маленькая. Не знаю, тут похоже, не похоже. 10-12 часов. Все уже легли спать. Мы тоже будем отдыхать. Я теперь снова перестраиваюсь во времени, потому что там у бабушки на 4 часа было больше. А я где-то часов в 9-10 уже спать хочу. Вот. И я сейчас хочу немножко потерпеть, подождать, высидеть. Высидеть время это, чтобы опять перестроиться на наше время. Вот. И сегодня буду уже заканчивать. Так что увидимся завтра. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok